Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я решил сегодня обратиться к вам, рассказать, как дела в компании, какие изменения происходят, как влияет общая ситуация и экономическая, и геополитическая, непосредственно на наш бизнес. Прежде всего, хотел поблагодарить вас за эффективный труд, хорошее отношение к клиентам, качественный сервис. В такие сложные времена это очень важно. Я думаю, что мы все молодцы. Также хотел сказать, что сейчас происходят удивительные изменения, буквально во всем. Очень сложно, я вам откровенно скажу, я таких сложных периодов, по крайней мере, в истории компании не встречал. То есть, на мой взгляд, мы столкнулись и столкнемся с серьезными вызовами, это совершенно точно. Но в то же время у нас есть уже достаточный опыт преодолеть любые из них. Мы работаем в 210 городах, в 9 странах на сегодня, поэтому ответственность очень большая. К нам обращаются миллионы клиентов в год, это большие цифры. Но за каждой цифрой это конкретный человек, который хочет получить качественный сервис. Итак, чтобы быть максимально конкретным, я хотел рассказать о том, что происходит. Вчера и позавчера мы видели вполне хорошую активность на рынке. Сегодня она тоже хорошая. Все идет своим чередом. Все важные параметры, макропараметры, такие как инфляция, учетная ставка, важные для нашего бизнеса, безработица, мы видим, что они в норме. Если говорить об экономическом давлении в Российской Федерации со стороны внешних сил, то все, что можно, уже случилось. То есть, мы считаем, что все более-менее прогнозируемо и понятно. Что же будет непосредственно внутри компании? То есть, мы работали, как работаем. У нас, в принципе, хорошая ситуация. Никто никуда не собирается, ни в головном офисе, ни руководители. То есть, я сам абсолютно точно буду находиться на рабочем месте все время. Специально отменил все планируемые командировки и поездки, в том числе на отдых. Все отменено. И буду активно работать. Я считаю, что, в принципе, все это мы должны делать. Далее, что мы сейчас фиксируем? По банкам ситуация спокойная, достаточная. То есть, разговариваю со Сбером, с ВТБ, они работают в самом обычном режиме. Принимают заявки, делают сделки. Все нормально. Да, необходимо признать, что в части территории Российской Федерации идет повышенный развал задатков в районе 25%. Но, наверное, это в целом норма. В целом, если посмотреть всю Россию, ситуация более-менее благоприятная. Видим мы, что и наши клиенты достаточно спокойно воспринимают всю эту обстановку. И лояльно настроены делать сделки. Это очень важно. Далее, если посмотреть будущее, то мы тоже исходим из реалистичного варианта. Мы ожидаем все-таки в среднесрочной перспективе небольшое падение спроса. И, возможно, даже падение цен. Но это не будет, знаете, каким-то массовым характером. То есть мы ожидаем в самом таком стресс-тесте это минус 15%. Рынок упадет в первом-втором квартале следующего года. Четвертый квартал он еще будет, на наш взгляд, вполне хорошим. Но в то же время мы понимаем, как все это компенсировать. Потому что мы компания сильная и готовы предложить всесторонние инструменты поддержки. Это важно. Следующий момент. Мы прекрасно работаем с застройщиками. Они чувствуют себя уверенно. Все хорошо. У них запасы накоплены. То есть в стране очень много ликвидности. Именно рублевый. Это тоже важно. Следующий важный аргумент. У нас прекрасные взаимоотношения и с агрегаторами. То есть мы там тоже, я уверен, договоримся о каких-то хороших взаимоотношениях и условиях. Вот это важно. И, наверное, самое важное. У нас большой прекрасный опыт. У нас большая клиентская база. Клиенты нам доверяют во всех странах, во всех городах. Все знают, что это же очень сильный бренд. Я знаю, что есть разные точки зрения насчет происходящей ситуации. На мой взгляд, мы должны уважать точки зрения. Но в то же время законодательство нужно исполнять. Я считаю, что это основа конституционного строя. И мы должны быть все, как никогда, едины. Это очень важно. Поэтому ходим на работу, как обычно это делали. Потому что, знаете, в такие периоды, я вот от себя немного лично добавлю, знаете, очень быстро можно подвергнуться панике. То есть очень быстро можно потерять, знаете, вот этот настрой, уйти в переживания. По большому счету, сейчас самое время, наоборот, сконцентрироваться на работе, достигнуть результаты. Клиенты сейчас как никогда ждут от нас вот именно активной работы. И вы знаете, это само по себе, я думаю, стабилизирует обстановку, внутренние ощущения именно посредством такого. У нас руководители все тоже настроены показать сплоченность такую, оказать всестороннюю поддержку, если надо. Компания, как обычно, в такой ситуации забывает про чистую прибыль. Для нас сейчас самое главное это, чтобы сотрудникам было хорошо, чтобы клиенты получали сервис. То есть мы морально готовы, так же, как это было во время весны этого года, пожертвовать чистой прибылью, сделать все, чтобы компания эффективно, стабильно работала. Мы знаем, что эти сложные периоды всегда проходят, наступают потом новые этапы роста, этапы стабильности, этапы повышенной активности. Это неизбежно. Мы все работаем в очень хорошей профессии, сфера недвижимости исторически сильна, и поэтому, я уверен, все будет хорошо. Отдельно хотел сказать, что на просторах бывшего СНГ мы эффективно развиваемся и также с ними в активном взаимодействии. Центральный офис у нас расположен в городе Тюмень. Я сейчас вот это видео записываю из IT-центра. Здесь у нас тоже все в порядке. То есть мы сохранили практически всех программистов, что важно. Дорогие друзья, я так же, как и вы, переживаю за все, что происходит. На сердце нелегко, сложно, но именно в такие периоды мы должны быть примерами для тех, кто в нас верит, наши семьи, излучать энергию, надеяться на лучшее, это очень важно. Большое спасибо за внимание. Все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!